привет всем мои дорогие девочки мне очень приятно что к моему видео о планировании беременности у вас было столько много вопросов комментарии даже замечаний это очень приятно что вы не остаетесь равнодушны к каким-то темам которые я поднимаю их поддерживаете и с вами очень интересно общаться по этому поводу мне даже было немножко неловко что в конце видео я вас да мое видео отправила всех на форум сприн потому что на такую тему хочется именно общаться в комментариях много говорить и как то так это очень по-женски близкой и даже очень по девочкам не знаю в общем такое приятно такое чувство и я вот хочу смотреть эти комментарии и немножко ответить потому что просто это как масса запросов и делать много видео по этому поводу не хочется а в одно я с удовольствием это уложу первую беременность ходила очень хорошо девочки уже девять лет решила рожать второго и ничего не могу с собой поделать ужасно боюсь всего на свете в 20 лет как-то проще относишься ко всему а к 30 много анализируешь и размышляешь я ответила девушки что не стоит себе накручивать рожать это естественно для человеческой расы я имела ввиду что если мы себе сильно накручиваем мне кажется что возможно что-то нам поможет если мы подумаем о том что много миллионов лет женщины самки скажем так человеческого рода рожают и не надо ничего удивительного и не стоит так сильно этого бояться мы созданы так чтобы давать потомство и посмотрите может быть как то вот с физиологической точки зрения бы на это может быть это вам поможет возможно нет но по крайней мере мне бы это помогло очень очень прошу тебя сделать видео о прививках как ты к ним относишься долгое время не делала дочке прививки но сейчас меня что-то осенило ей 2,5 года я испугалась оставлять ее незащищенной среди привитых детей ведь они по сути являются переносчиками заболеваний и мы решили делать только в платных клиниках бельгийские я ответила девушке о том что прививка не защищает от болезни она лишь помогает перенести болезни в более легкой степени чем не привитый ребенок хотя тут многое еще зависит и от иммунитета ребенка и от его условий проживания свежий воздух активная жизнь и так далее посоветуйся с врачами какие прививки самые безопасные если у тебя есть возможность покупать дорогие качественные прививки импортные вакцины конечно же привиться стоит спасибо за такой обширный ответ ответила девушка кэт ктейн может быть катя не знаю а ты свою дочку прививаешь вы покупаете дорогие вакцины просто те что в поликлинике делают бесплатно все время вызывает массу реакции у детей что я хочу сказать по этому поводу во первых я не буду отличаться большим большой разницей мнения от мнения врачей том что прививки делать надо вначале когда родилась моя дочка мы не делали никаких вообще прививок и это было связано конкретно с моей ситуацией у меня не у меня у моего мужа в семье все очень сильные аллергики у меня свекровь то есть моего мужа мать она инвалид астматик у нее инвалидность по астме у нее самый муж очень сильный аллергик у него каждую весну сопли слезы все на свете красные глаза и он постоянно ходит с ингалятором и ему тяжело дышать он кашляет и очень-очень ему тяжело переживать это этот период на причем он начинается с каждым годом все раньше в этом году начался вообще в конце января и закончился почти в июне и это действительно тяжело и никогда раньше в своей жизни не сталкивалась с аллергиками я запереживала когда я забеременела я обратилась к врачу который лечит моего мужа это единственный в киеве врач который как-то помогает ему перенести аллергию и я говорю спросила о прививках о том что стоит ли делать прививки если учитывать что муж и вся его семья потенциальные аллергики и она сказала о том что возможно стоит повременить с прививками первое время и не делать их до трех лет а после трех лет она назвала перечень прививок которые стоит сделать я сейчас не буду говорить какие именно но она сказала что однозначно стоит делать прививку от полиумелита и абсолютно нет смысла в прививке от bcg то есть от туберкулеза но опять-таки это мнение этого конкретного врача это не говорит о том что этот врач носитель какой-то абсолютно истины и все такого и что делает нам прививка вакцинация собственно что дает нам вакцинация если вас привили да когда-то и допустим от туберкулеза прививка bcg и когда-то намного позже кто-то на вас там кашлянул туберкулезник да тот кто болеет туберкулезом туберкулезом это не говорит о том что вы не заболеете вы заболеете но перенесете эту болезнь возможно легче снова таки то что я и написала девушки вот это возможно зависит от вашего иммунитета возможно легче чем вы бы перенесли если у вас не было прививки возможно это был бы летальный исход а так вы сильно переболеете допустим то есть прививка она облегчает форму заболевания я знаю что сейчас очень много антипрививочных фильмов на которые очень многие ведутся и меня тоже постигла участь посмотреть и все девочки мне утверждали посмотри это так ужасно не делай и я первое время даже соглашалась но потом просмотрев действительности эти фильмы я поняла что что то здесь не то и все эти страшилки они не о том абсолютно если вам интересно именно как бы поглубже узнать эту тему поводу этих страшилок и что на самом деле они себя представляет совсем не то что и как их позиционирует я например очень регламентую посмотреть передачу комаровского на тему прививок на тему вот это вот это вот опасности так мнимой скажем так потому что по большому счету реакция идет не на прививку а реакция идет если после прививки мы что-то хватаем либо если у нас был вирус который никто не увидел и мы делали прививку этот вирус развился то есть разные варианты почему так происходит но в любом случае те кто не прививали не прививается выживают за счет тех кто прививается и говоря о том что мой ребенок пойдет в садик все будут больны а мой ребенок такой незащищенный делает не в этом ваш ребенок незащищенный с прививкой но если он заболеет он возможно перенесет эту болезнь легче вот это то что я хотела вам сказать о прививках и еще есть я как бы большая трусиха я боюсь делать ребенку своему прививки то есть знаете как страх сделать прививку и страх умереть от болезни от которой бы возможно спасла это прививка этот страх равноценен поэтому это очень индивидуальный вопрос делаю я прививки или нет это зависит от меня от как от родителя но по большому счету если говорить про закон до страны то мы не имеем права отказывать своему ребенку в защите от вирусных серьезных инфекционных заболеваний подумайте об этом тоже потому что этим подумайте об этом тоже поскольку чисто юридически мы нарушаем права ребенка таким образом отказывая ему в необходимой прививки необходимой вакцинации и следующий момент я согласна с тобой что договариваться с врачами это еще не гарантия хороших родов я видела ужасные примеры когда с договорами а были тяжелейшие роды это действительно зависит в большей степени от роженицы и да это безусловно так и я говорила с видео про то что если это не кесарево сечение потому что если у вас плановое кесарево сечение и вы договоритесь с врачом возможно это будет правильный ход поскольку 80 процентов операции зависит от анестезиолога поэтому в этом смысле возможно стоит договориться а вы принимали алкоголь и курили до беременности я принимала алкоголь и курила до беременности это было очень давно алкоголь алкоголь я сейчас принимаю спасибо за большое за видео много полезного подчеркнула я лично для себя скажи пожалуйста как ты относишься к абидуральной анестезии стоит ли ее делать не причинит ли она вреда я много читала о том как как всегда мнения разные но хотелось бы услышать твое мнение мое мнение об анестезии это нехорошо с точки зрения психолог психологии ребенка то есть любой перинатальный психолог расскажет вам о том что эпидуральная или периодуральная еще не называют анестезия она нехороша для ребенка то есть как основа таки нам это раскладывали это все по психологическим матрицам и объясняли что это может повлиять дальнейшим на какие-то зависимости на нехорошие привычки да как вредные привычки то что мы называем на то что ребенку для того чтобы родиться нужна какая-то помощь что кто-то это помогал в общем как там целая история с этой темой поэтому в этом смысле да кроме того любители натурального всегда скажет вам что это плохо что нужно терпеть что это все естественно и всю боль мы должны пережить и что во время родов невозможно упасть в обморок рассказывает что организм так настроен что он должен родить ребенка потом все остальное случается в конце поэтому очень тоже индивидуально смотрите какую информацию больше слушать фильтруйте вы и оставляйте для себя то что вам актуально от молочницы не получится избавиться нет смысла время беременность во время беременности она появится в диком количестве так как большое количество женских гормонов провоцирует молочницу я считаю надо избавиться от урогенитальных химинерических болезней врачи говорят что уреоплазма приводит к плачевным результатам поэтому ее нужно вылечить до беременности вот снова таки это я так понимаю что какое-то индивидуальное мнение поскольку у меня лично молочница не вернулась и не во время беременности не после родов и в общем-то закрыли эту тему очень быстро и я думаю что это индивидуальный вопрос ниночка пожалуйста подскажи ты своей доченьке делаешь пивки а кдс например я делаю моей дочке импортные вакцины покупаю но они достаточно дорого стоят но они более безопасны хотя опять таки вопрос в том насколько они правильно хранились перевозили всегда остается открытым этого никто не даст вам стопроцентную гарантию что там все было хорошо при 20 градусной жире а на сегодняшний день моей дочке четыре с половиной года и мы и у нее получается только прививка от гепатита инфанрикс гекса и два инфанрикс и пв то есть всего четыре прививки у нее есть и с этими прививками собственно пока что живем то есть я немножко трусиха следующая прививка которая нас ждет это нужно нужно сделать сначала реакцию манту и потом уже сделать прививку бцж но я все никак не могу решиться честно говоря на нее как представлю что не это будет загнивать и болеть и вообще такая но надо и в общем-то такие вот я же говорю я очень большая трусиха относительно прививок но все же их делать нужно однозначно ниночка спасибо за видео планирование беременности для меня сейчас уже не актуально так как я уже нахожусь в ожидании второго ребеночка поздравляю анечка но несмотря на это с удовольствием и с интересом тебя послушала согласна со всем что ты сказала в моем случае я не подготовилась в том аспекте что не похудела и немного переживаю по поводу того что забеременела в большом весе увы поздно занялась своей фигурой хотя конечно многие люди с лишним весом нормально переносят беременность и рожает и я тебе это желаю что все было хорошо гормоны работают нас по-разному и ты можешь точно так же принципе легко после родов и похудеть и даже время беременности похудеть и в принципе если это не приносит вреда твоему здоровью то наверное это не так уж и страшно не на интересно было бы узнать пользовалась ли ты косметикой время беременности и какой окрашивали ты волосы и о твоем рационе спасибо за такое интересное видео на столь актуальную для меня тему так красилась и я первое время красилась в плане косметики я красилась это не было пудра тон и все остальное это были просто какие-то реснички глазки подводили все такое то есть ничего серьезного потом чем дальше беременность тем честно говоря как-то даже не хотелось с собой краситься в конце беременности так уж точно это была зима и это было тяжело и как-то так вот было немножко уже тут тучно так и сложно и как-то не до косметики много было относительно покраски волос я красилась первое время на первых сроках но потом перестала краситься и вошла в свой цвет скажем светло-русый и вот как-то так и к относительно в принципе покраски волос это нехорошо но не с точки зрения покраски волос что там что-то проникает в кожу а с точки зрения запаха больше аммиак он не очень хорош для того чтобы вдыхать это беременной женщине то есть точки зрения запаха это действительно нехорошо я вам расскажу больше я после того как уже родила и моей дочке было по полтора года когда первый раз покрасилась причем я красилась дома сама и у моей дочке была реакция на краску и вырвала действительно то есть это как бы не знаю токсично не токсично но я просто не ожидала я была в шоке я потом о боже мой даже как-то сразу не поняла что что произошло почему чем она отравилась но потом до меня дошло что это краска и я потом конечно же никогда больше не красилась дома и в общем то поэтому обратите внимание что это действительно влияет на организм этот запах краски очень интересно твое мнение по поводу прививок старшему сыну мы делаем все прививки самого рождения но вот по поводу ожидаемого ребеночка муж считает что прививки ему не нужны я еще не имею окончательного мнения но все же по опыту первенца не думаю отказываться от прививок от прививания второго малыша как раз раздумьях по поводу этого вопроса так что буду рада услышать мнение такой мудрой мамочки как ты боже мой мудрый но конечно приятно опять таки прививки индивидуальный вопрос и то что я говорила что по большому счету по закону мы не имеем права отказать ребенку в прививке в защите его здоровья по большому счету когда ребенок у нас так хорошо себя чувствовал прекрасно без прививки если вдруг вы сделаете прививки ребенка поднялась температура то какая-то реакция есть на прививку мы сразу делаем боже мой говорим лучше бы этого не делал зачем был здоровый ребенок а я его вот испортила да но мы говорим так потому что мы никогда не видели того как болеет ребенок если у него прививки нет и когда например я слушаю мнение врачей которые работали в детской реанимации и которые говорят что не на если бы у тебя на руках умерла сотня детей от туберкулеза ты бы поняла зачем нужны эти прививки потому что та часть детей которые попадают в реанимацию они не прививались та часть детей которые не попадают в реанимацию они прививались и у них болезнь проходит легче то есть для меня это этот эти аргументы действуют если они действуют и на вас то прививайте своих детей если на вас они не действуют а действуют аргументы тех кто придумывает страшилки то кажа просто не делайте прививки это очень индивидуальный вопрос никто вам не даст правильного ответа на него это вы решаете лично как родитель как ответственный человек за жизнь маленького человека вот так давайте дальше не ноль а как по поводу возраста он влияет на деторождаемость или это все зависит от женского организма мои родственники в первой возможности все время пытаются сказать что уже 28 и пора рожать ведь после 30 это сложно и бла-бла-бла короче забодали полностью мама мне периодически это напоминает и постоянно в конце говорит о том что может быть поздно короче поддержка просто на высоте а мне не хочется все оглашать что мы планируем в общем я написал о том что всех в сад посылать на в том плане что не нужно прислушиваться к тому если вам говорят что сколько можно от это так долго и вообще скоро 30 а ты все еще в девках грубо говоря и все такое во первых я смотрела передачи мы обсуждали в комментариях к этому видео по поводу этого факта я как бы даже честно говоря засомневалась его в правильности потому что ну не знаю я смотрела передачу по телевизору о том что за последние десять лет не по медицинской статистике европы самый репродуктивный возраст женщины 32 года то есть женщины 32 лет рожают чаще всего поэтому я не считаю что 30 лет это поздно абсолютно точно меня мама родила 35 это было в советские союзы никто не говорил что это поздно я не знаю почему такие возраст ставят такой предел нет я не думаю что 30 28 тем более что это уже совсем поздно для рождения ребенка я так не думаю я не считаю что до 40 лет родить это поздно после 40 это просто немножко сложно для здоровья самой мамы но я не думаю что это опасно для здоровья ребенка но я не врач поэтому не думаю что это сто процентов правильное мнение думаю что вы по этому поводу узнаете больше очень полезное и грамотное видео я мама с восьмилетним стажем и все равно планируя второго ребенка нашла много нужного в твоем видео расскажи о том что это за психологический момент приношения ребенка на себе в слинках спасибо за видео о психологическом аспекте слингов прежде всего ребенок постоянно чувствует телесный контакт с мамой находится плотно прижатый к маме к маме по всей площади своего животика скажем так ребенок всегда получает грудь когда он чувствует себя неуютно кроме того слингоношение не предполагает положение лицом от мамы он предполагает положение только лицом к маме поэтому в случае опять-таки как это объясняют немецкие психологи в случае резких резкой реакции окружающего мира то есть ну как они пишут если у вас например гавкнет собак или за сигналит автомобиль на улице ребенку есть куда в маму спрятаться и вовремя получить грудь ребенок когда происходит его социализация в возрасте от 8 месяцев он постоянно следит за тем что делает мама он как губка впитывает все он находится на маме и видит как она общается с незнакомыми людьми как она общается со знакомыми людьми как она ведет себя на улице как она ведет себя дома как она разговаривает с мужем как она разговаривает со всеми как она ведет себя в том помещении или в ином в той ситуации или виной и ребенок создает для себя вот эту модель мира и это очень удобно что ребенок на вас и видит берет пример именно с вас а не с тех кто находится в окружающем мире поскольку вы самый большой ответ авторитет для вашего ребеночка и однозначно когда малыш берет правильный пример с вас это очень хорошо для вашего малыша и таким образом вы можете контролировать ту информацию которую он получает извне когда ребеночек видит что мама ведет себя спокойно что мама не кричит что мама улыбается что мама тепло хорошо относится к этому миру и ребенок точно так же делать эту отдачу кроме того здесь есть большой момент доверия к маме доверие к миру когда ребенок получает много этого контакта в дальнейшем ребенок понимает что он защищен и что он не один в этом мире то что можно доверять людям можно доверять мире потому что он доверял своей маме то есть но это очень много моментов тоже который касается психологии детской психологии и об этом очень много на самом деле информации существует я думаю при желании можно найти все что угодно вот такие вот маленькие аспекты я раскрыла для вас я мама двоих деток про таксоплазмоз слышала но врачи предупреждали опасаться ее от кошек про мясо и тарелки сырое мясо слышу впервые ну вот а я про кошек слышу впервые на самом деле ну как бы я как бы я же вам объясняю что я не врач и то что вот по моему опыту и знанию что я знала я вам этом рассказала его дальше тоже очень интересный комментарий по поводу таксоплазмоза про таксоплазмоз не согласна если в показателях есть ему на глубину глобулин джи то это значит что мама заразилась им давно и бояться его не стоит так как есть антитела к болезни но если мама до беременности ним не болела им или в показателях выделен иммуноглобулин м значит антитела только в процессе выработки их к болезни совсем нет тогда контакт с мясом или кошками реально опасен вот почему кошка в детстве в доме это отлично для девочки вы все поняли для меня я не знаю что такое иммуноглобулин b и m но я поняла что все не так страшно и то что если вы болеете до беременности то во время беременности уже не страшно если вы не болели до беременности то вот как раз в этом случае нужно опасаться тех самых кошек и сырого мяса видео очень полезно и замечательно я бы добавила что до беременности нужно сдать анализ на иммунитет краснухи эта болезнь очень опасна для плода в а время беременности и является показанием к аборту про показания к аборту и патологии я уже рассказали вы знаете свое мнение про краснуху узнаете для себя если это кому-то актуально возможно это тоже важная информация я к сожалению не знаю об этом ничего присоединяюсь к вопросам о прививках и грудного вскармливания где найти адекватную правдивую информацию чтобы найти адекватную правдивую информацию вам нужно прочитать масса литературы у вас есть девять месяцев беременности для того чтобы определиться про прививки и грудное вскармливание читайте все что вы найдете все правильные неправильные мифы вычитайте все постарайтесь максимум информации узнать по всем этим вопросам и дальше вы поймете вы отфильтруете разложите по полочкам что где и как и для себя решите какое решение будет для вас самым правильным никто не решит об этом этого за вас никто не скажет что такое хорошо что такое плохо что такое хорошо и что такое плохо вас уже научили ваши родители исходя из этого вы сделаете правильный для вашей семьи выбор, потому что он касается не только вашего ребёнка, он касается ещё вас, вашего мужа, вашего окружения и всего на свете, что касается вас. Сделайте так, чтобы всем было комфортно, вы поймёте, о чём я говорю. Категорически не согласна, что о рождении ребёнка с патологией надо думать в момент планирования беременности. Это как раз тот стресс, против которого вы выступаете. Я абсолютно с этим согласна, конечно же, лучше об этом не думать. Но я эту тему немножко размусолила в видеопланировании в связи с тем, чтобы вы почувствовали что вы решаете будет жить ваш ребёнок или нет, а не врачи. Если вам врач говорит, что вам нужно делать, а вот, то ничего вам не нужно делать, врач не решает такие вопросы. Только об этом я хотела сказать. Всё, что остальное, конечно же, вы правы, безусловно. И ещё очень люблю ваши видео о макияже, путешествиях, покупках, но это видео, на мой взгляд, получилось слишком сумбурным. Тема предполагала конкретный алгоритм подготовки организма и планирования беременности, а получился рассказ о неполном наборе рисков до и во время беременности. Ну, мне очень жаль, что так это выглядело. Я как бы, на самом деле, у меня именно вот такое представление о планировании беременности. И если бы мне попалось такое видео, когда я планировала, мне бы было немножко легче. Ну, если это кому-то так же сработало, я очень рада. Если нет, ну, извините, тогда, возможно, это видео было лишним. Отличное видео, Нина прекрасно выглядит, всё актуально. Сирзов и Комаровского читать нужно, но всё же не слепо следовать им советам. Комаровский некомпетентен в вопросах грудного вскармливания, он против совместного сна, он против ношения деток на руках. Я сразу вот прям вот так вот сразу вот начну о том, что нет, вы не правы. Посчитайте, послушайте, посмотрите, что он говорит. Не надо перекручивать его слова. Он говорит всё правильно. Он говорит о том, что если мама, я такая правильная мама, у меня совместный сон, а папа говорит, нет, я хочу с тобой спать, так подумайте о том, что папа тоже член семьи. Вот о чём вам говорит Комаровский. И он говорит правильно. Это залог успешной, крепкой семьи, чтобы вы спали не только с ребёнком, но и с вашим мужем. Это важно и это необходимо. Это очень важный кирпич в вашем доме. Дальше. Параглудное вскармливание тоже не нужно перекручивать. Послушайте Комаровского. Он говорит о том, что вот вы сейчас меня спросили про смеси, но вы поймите правильно, говорит он, если вы бы со своим малышом оказались на необитаемом острове, у вас бы не стоял вопрос, есть у меня молоко или нет у меня молока, много его или мало. Вы бы кормили, кормили и кормили, и оно бы у вас появилось. И он прав. Поскольку, опять-таки, я много общаюсь с консультантами по родному вскармливанию, по воле работы, скажем так, моей, и они говорят о том, что те мамы, которые не молочные, которые не могут по природе кормить, они вымерли в процессе эволюции, поскольку они не смогли выкормить, скормить своё потомство. Всё современное человечество абсолютно точно может кормить своих детей. Дальше. Пригибки вообще отдельная тема. С первым ребёночком не освоилась линк, так и проносила её на руках. Настоятельно рекомендую почитать, как вырастить ребёнка счастливым. Ледлов Жан, Грентли Дик Рид, Роды без страха. Пожалуйста, ещё вот вам прекрасная литература для прочтения во время беременности. Абсолютно совсем согласна. Мне бы посмотреть такое видео, когда я захотела бы забеременеть. Правильно говорят, надо отпустить ситуацию, перестать всё время думать, ну когда я забеременею, и всё получится, так произошло и со мной. Всем удачи в этом нелёгком деле. Девочки, я вам тоже желаю всем удачи в этом нелёгком деле. Всем хорошей, спокойной беременности, лёгких родов, здоровых малышей. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому ставьте к нему пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я всех вас люблю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!